Приветствую вас, братья и сестры! Перед каждым человеком есть задача узнать себя, познать себя. Это очень нелегкий труд. Апостол Павел говорил об этом. «Вникай в себя и в учения», — говорил Тимофею. Древний философ и справедливо уважаемый также и христианами. Семь древних мудрецов греческих, один из них сказал «познай себя самого». Это очень правильные слова. Познавая себя, мы меньше ошибаемся и приходим в смирение. И вообще много благ от этого происходит. Но тяжело познать себя. И народ каждый тоже должен изучать свой исторический путь, познавать себя. Не обезьяничать, не копировать глупо и тупо то, что ему нравится в окружающих народах. Но творчески подходить к жизни соседей или дальних стран с тем, чтобы не ошибаться, не быть посмешищем. И вот в этой связи мне хочется вспомнить, скажем, историю еврейского народа. В том смысле, что евреи были окружены огромным количеством самых разных народов. И многочисленных, и малочисленных. Некоторые исчезали за время существования евреев, некоторые появлялись. Некоторые воевали с ним, некоторые были несколько дальше, порабощали евреев. И вот каждый из народов, который выходил на историческую арену, сцену эту, большую, огромную сцену, они всегда имели в себе что-то. Иначе незачем появляться на исторической арене. Бог выводил на эту арену новые народы, которые что-то такое важное говорили. То есть каждая эпоха, каждый народ что-то важное в вечность произносил. К примеру, египтяне, это был вообще уникальный народ, с глубочайшей историей. Это был народ, который всю жизнь думал о смерти. Народ, представители которого, вся религия, дух жизни которого, весь был направлен в вечности, в будущее. Они более занимались приготовлением к смерти, нежели поточными делами современной жизни. Удивительный пример, таких народов больше в мире не было. Скажем, римляне, это поздние игроки на исторической арене. Они появились сравнительно поздно. В плане искусства были эпигонами, подражателями греков, всему у них научились. А что свое сделали, так это превратили в искусство управления государством. То, к чему раньше пренебрежительно относились те же греки, например, или другие народы, то они сделали рафинированно, довели до искусства. Они придумали законы, отшлифовали на ядь все функции государственной жизни. И мы до сегодняшнего дня пользуемся и в судебной практике, и римскими законами, и во всем, во всем, и везде сталкиваемся с мудростью древних латинян. Были, скажем там, вавилоняне, изучавшие звезды или персы. Это оттуда волхвы пришли к младенцу Иисусу поклониться. Были изящные греки, искавшие мудрости, философствовавшие, пренебрегавшие практической деятельностью иногда, но любившие постигать вещи такие умозрительные, любившие истину или, по крайней мере, даже поиск истины. Были еще, скажем, финикияне, которые были прожженными торгашами и материалистами, которые ради прибыли и продажи, приобретения новых товаров пускались в дерзкие предприятия. Они же были одновременно и пиратами, и работорковцами. Такая была интересная нация, странная, вечный враг Рима. Краффаген должен быть разрушен. Вот эти разные народы окружали евреев. И знаете, что интересно? Евреи никому не подражали. По крайней мере, не должны были подражать из этих народов. Бесполезно соревноваться с римлянами в плане государственного устройства. Обгонят или юридического мышления. Бесполезно с греками соревноваться, попытаясь обогнать их по части стихотворчества, философии или скульптурных упражнений по искусству. Бесполезно соревноваться с вавилонянами или с халдеями в их премудростях. И евреи в лучшие периоды этого не делали. Они были богаты Богом. Они держались за свою веру. Не размылись они и не растворились в чужих народах только лишь благодаря тому, что они веру сохраняли. Пусть ценой страшнейших страданий и тяжелых плат. Но сохраняли. Вот это богатство Богом и бедность в отношении всего остального. Такая характерная черта ветхого Израиля. В каком-то смысле и мы похожи на Израиль, и мы должны тоже в Бога богатеть. Когда мы теряем последнее свое сокровище – веру, мы превращаемся в ничто. Во что и превращались тогдашние евреи, когда теряли веру и уходили в вавилон с плачем, воем, нагишом, в позоре, а за спиной у них дымился любимый Иерусалим. То есть главное – потеряешь и все. Во второстепенном не догонишь никого. Нам тоже вряд ли придется, у нас вряд ли получится обогнать японцев в соревновании по уровню электроники, техники точной, каких-нибудь роботов и так далее. Не догоним. Вряд ли мы будем делать лучше телефоны, чем их делают шведы, скажем, ту же Нокию. Вряд ли мы сможем делать машины лучше немцев или американцев. Вряд ли мы догоним вообще где-то кого-то, если кто-то умеет делать это лучше нас. Вот в том-то и вопрос, что не нужно всем делать все. Не нужно всем уметь одно и то же. Нужно каждому уметь свое. В этом смысле каждый народ должен разыскать свое и научиться хорошо делать то единственное или там две-три небольшие вещи, которые он может делать лучше других. Это вызов некий такой, да? Это творческий вызов, и каждый народ ищет себя. Там пусть Швейцария богатеет шоколадом банковской тайной и хорошими наручными часами. Пусть хвалятся итальянцы моцареллой или пастой. Надо найти нам свое. И согласно верующему взгляду на проблему, мы должны богатеть богом. Богом и всем тем, что оттуда происходит. Из этого огнедышащего ядра религиозного сознания. Оттуда рождается искусство, литература, театр, философия. Оттуда рождаются многие другие вещи. Скажем, храбрость на войне, например. И так далее. Многое рождается оттуда из этого огнедышащего ядра веры. То есть мы, как новый Израиль, как новый божий народ, вслед за евреями, вслед за ними перенявшие эту пальму богопознания из их рук в Новом Завете, должны именно не гнаться в бесполезной гонке попытки догнать и перегнать тех, кто давно нас уже опередил во многих вещах. Это не наша задача. Важно узнать свое и свое делать. Я уверен, что мы можем, как именно народ, сохраняющий и умножающий веру, выйти вперед так, что мы будем каким-то неким примером для других, которые этого не имеют. У кого-то из писателей есть такой рассказ интересный. Рассказ про женщину. Такую-такую стрекозу. Такую женщину, которая часто у Чехова появляется, персонаж такая. Я не помню, Чехов ли это. Эта женщина вечно в таких страстных порывах ищет, кому поклониться. Кто гений, где бы такой был великий человек, которому она отдала всю себя и служила бы ему буквально у ноха к собачонке лежа. Она постоянно ошибается. На ее пути подаются какие-то яркие авантюристы, какие-то мерзавцы. Она всем отдает себя всю, позорит своего мужа, ошибается, выходит из семьи, возвращается в семью, богатеет грехами. А муж ее доктор. Он любит ее, терпит ее и несет на себе такой тяжелый крест этой супружеской беды. Потом он умирает. И она в соседней комнате слышит, как возле его адра собрались коллеги, его врачи. Он уже, собственно, потом и умер. А они о нем говорят, как о величайшем докторе современности, о человеке благородном, терпеливом, мудром. И вдруг ее осеняет мысль, значит, так вот же, великий человек, которому нужно было в жизни послужить и принести себе, собственно, всю жертву. И не надо было его искать, он под одной крышей с тобой жил. Он был твой муж, но ты ему не служила, и уже поздно. Поздно. По Достоевскому имя ада – это поздно. То есть самое адское слово в жизни – это поздно. Когда знание пришло, но поздно что-либо менять. Так вот, перед нами всеми стоит задача узнать свое и по своему пути идти. По моему мнению, согласно Библии, насколько мне понятно, я думаю, что как новый Израиль мы должны быть богаты Богом. От этого рождается и другое богатство. Остальных мы не догоним, это не наша задача. Вы подумайте об этом сами, братья и сестры, потому что думать о важных вещах надо всем. Глядишь, что-нибудь хорошее и додумается у нас с вами. Ангелы-хранители, доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова